Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. И сегодня мы поднимем очень важную для многих нас, мам и пап, тему, какими полезными привычками ребенок к 5 годам должен обладать для того, чтобы поддерживать в норме свое здоровье. Навыки, которые они должны иметь при переходе из детского сада в школу и, соответственно, при нахождении в школе. Примерно к 5 годам ребенок должен уметь самостоятельно, качественно мыться. Это значит, что он должен научиться мыть самостоятельно голову. Он должен проводить все гигиенические манипуляции. Вы должны ему это объяснить, показать. Он должен уметь самостоятельно чистить зубы. Также прошу вас познакомить его с ополаскивателями для зубов. Найдите, пожалуйста, специальные по его возрасту. Если ребенок имеет какие-то серьезные генетические проблемы и все зубы в кариесе, постоянный стоматит и так далее, вы должны обязательно по поводу всех гигиенических вот этих средств о том, какую щетку выбрать, какую жесткость, какой должен быть ворс, потому что есть натуральный, есть ненатуральный. И какая должна быть зубная паста. По поводу всех средств для зубов, для полости рта, для гигиены советуйтесь, пожалуйста, со стоматологом, который ведет вашего ребенка. Если вы ни разу еще не были у стоматолога, пожалуйста, сходите и посоветуйтесь. Это очень важно. 5 годам ребенок точно должен быть хотя бы один раз у стоматолога. Что нужно объяснить ребенку и показать? Это как пользоваться зубной нитью. Это действительно важно. Вполне возможно, что это когда-то спасет его от появления кариеса межзубного. По поводу личной гигиены. Друзья, очень многие родители совершают большую глупость, оставляя этот момент как бы в сторону. Не объясняя ребенку, что и как он должен делать после того, как он сходил в туалет. Это очень важно. Чтобы потом вам не сидеть в КВД, в детском отделении и не брать мазки, потому что у вашего ребенка непонятная сыпь, непонятная этимология, пожалуйста, объясните ему, как пользоваться туалетной бумагой, как использовать влажную туалетную бумагу. Объясните, дайте эту пачку салфеток с собой в детский сад, в школу, куда угодно. Ребенок должен знать, почему он должен мыть руки. Он должен понимать, какие животные там живут, на его руках, как они размножаются. Ему должно стать просто противно немножко, и тогда он сам начнет мыть руки. Естественно, не доводите до фобий, до слез. Пожалуйста, тут будьте аккуратны, не переборщите. Следующий момент, о чем вам нужно знать. Порядка 20 лет назад подростковый возраст, возраст полового созревания был 13-14 лет. Сейчас подростковый возраст переместился в 8-10 лет. Представляете, какая разница? Многие папы и мамы, не зная этого, продолжают приобретать гигиенические средства ребенку в 10-12 лет, детские. То есть, детскую зубную пасту, детский шампунь и так далее. Со временем вы почувствуете, что детские шампуни не вымывают качественно его волосы, потому что уже начались гормональные изменения в возрасте 8-10 лет. Да, вот так сейчас рано дети взрослеют. Это не значит, что это также будет 100% с вашим ребенком. Пожалуйста, наблюдайте, будьте начеку, помогите ему, если ему нужна ваша помощь. Когда вы почувствуете на рубашках и платьицах ваших детей, школьников, младших классов, средних классов запах пота, активный, яркий, взрослый запах пота, которого раньше не было. То есть, раньше ваш ребенок пах молочком, яблочком и шампунчиком, которым вы его помыли. А теперь, к сожалению, ему придется часто менять форму. Пожалуйста, следите за этим, потому что ему могут сделать замечания, нелицеприятные высказывания девочек и мальчиков, и могут формироваться комплексы. И в этом возрасте ему придется познакомиться с дезодорантами. То, что я могу рекомендовать, это 100% натуральный дезодорант из квасцов. Вот такие вот палочки, это квасец, это минерал, который растворяется буквально при соприкосновении с влажной кожей. То есть, на влажные подмышечки наносятся, по крайней мере, полдня ребенок, ну, фактически не будет потеть. Что нужно научить ребенка делать, особенно в том возрасте, когда уже начались гормональные изменения? К 10 годам ребенок должен в обязательном порядке умываться с каким-то пенящим средством. И если утром ему, может быть, достаточно будет просто воды, умыться водой, то вечером точно необходимо смывать всю грязь с лица, которая накопилась за день. В этом случае ему помогут детское мыло, либо, если вы волнуетесь за сухость кожи, действительно, если у ребенка есть шелушение, в щеках, и на губах, и на лбу, в этом возрасте действительно бывают некоторые шелушения, используйте мыло DAF. Самый простой вариант, на мой взгляд, оно не сушит кожу. В раннем возрасте достаточно умываться, как я уже говорила, мылом. В более позднем возрасте, таком подростковом мыло будет недостаточно, оно не будет глубоко вычищать поры, поэтому нужна будет пенка, которую они будут вспенивать, либо руками, но чтобы руками качественно вспенить, надо, конечно, постараться, поэтому мочалочкой, и пользоваться какими-то спонжиками. Огромная ошибка, то что дети не пользуются обычными гигиеническими помадами. У многих из них потом очень большие проблемы, вплоть до разорванных губ, заедов. Дети перестают обкусывать губы, когда начинают пользоваться гигиенической помадой. Да, это тоже хороший способ прекратить постоянную грызню губ. Если у ребенка образуются заеды, вот здесь, это возможно снижение иммунитета и нехватка витаминов. Заеды быстро лечатся противовирусными и, к сожалению, антибактериальными мазями, которые накладываются буквально каплю вот так на ночь, и через пару дней ничего не будет. То есть, все очень быстро зарастает. Гигиенические помады нужны не только девочкам, но и мальчикам, хотя бы в тот момент, когда он выходит в школу и когда он умылся и на ночь, например, может воспользоваться также помадой. И просто изобилие натуральных помад на Ахерп, как вы видите, у меня целая пачка, ну то есть, фактически, это натуральный пчелиный воск и масла могут давать немножко неоднородное ощущение, потому что это натуральный воск, но к этому можно привыкнуть, главное, что это абсолютно натуральный продукт. Да, и скидку на Ахерп всегда вам оставляю, дополнительную, вне зависимости от того, какие вы товары будете покупать, даже если по очень низким ценам, все равно у вас будет дополнительная 5% скидка, и я оставляю ее в описании к этому ролику, под кнопочкой еще, и, соответственно, в комментариях в том числе тоже. Опять же, правильное питание. Что нужно сделать для того, чтобы ребенок полюбил правильную еду? Вам нужно научиться с ним готовить вместе. Красивые, яркие, вкусные блюда из тех ингредиентов, которые он любит. Пусть он принимает участие, ему будет приятнее есть эти блюда. Кстати, если вы знаете какие-то интересные рецепты, делитесь, пожалуйста, в комментариях, делитесь друг с другом, будет здорово. Следующий момент, который очень важен, это использование солнцезащитных средств летом, так, чтобы ребенок сам понимал, что он должен даже при походе в школу в яркое солнце, а во многих городах очень часто, и я вам завидую, бывает солнышко, у нас редко бывает в Москве. В этом году мы только, по-моему, в Питере так неожиданно солнышко застали, просто неожиданно, там так люди радовались. Кто не видел наш влог при поездке в Питер, посмотрите, пожалуйста, оставлю вам ссылку. Итак, солнцезащитное средство. Пусть ребенок наносит сам на все открытые части тела, объясните ему, расскажите и покажите. Кому-то удобнее использовать вот такие вот с разбрызгивателем. Это Китс от Гарниев, в принципе, вы можете любую использовать, которая вам по карману, и которая нравится, естественно, вашему ребенку. В холода научите, пожалуйста, детей использовать детские кремы, спасатель, хранитель, любой крем, довольно жирный, на зону щек, лба, кончик носа, губы, так, чтобы не обморозить. Руки, если он часто ходит без перчаток, вы знаете, за ним это, что он снимает варежки и перчатки. Кстати, привяжите их, как делали раньше, на мною резиночку, вы увидите, что он будет их надевать чаще. Научите ребенка хотя бы с помощью обычного детского крема защищать свою кожу от холода, от обморожения и от обветривания. В дальнейшем это поможет ему сохранить хороший цвет лица, хорошую кожу без шрамов, без шелушений к подростковому возрасту. А именно в этом возрасте для них становится очень важно то, как они выглядят. Чистота обуви важна в любом возрасте. Даже дети небольшого возраста потеют. Мокрой обуви может завестись грибок. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале были вот такие вот, как я их называю, мышки, которые вставляются в ботиночек. Такие же продаются маленькие для детского ботиночка, это для взрослых. Просушивайте на батарее, либо феном, если это совсем маленький ребенок, либо ставьте на ночь вот такие вот мышки, включаются в розетку и ваш ребенок утром идет в сухой обуви. Если вы замечаете неприятный запах в обуви, это значит, что вашему ребенку уже требуется использовать дезодорант для ног. Кстати, точно так же, как и для подмышечной зоны, вы можете использовать вот эти вот квасцовые дезодоранты и для ножек в том числе. Не перепутайте, пожалуйста, дезодоранты для обуви и для ног. Это совершенно разные продукты. Дезодоранты для обуви это антибактериальные дезодоранты, которые убивают бактерии. То есть, все, что образовалось там, именно в ботинке. В ботинок они запшикиваются на ночь, дальше они всю ночь работают и утром ботинок должен быть сухим. Нельзя надевать влажный с этим дезодорантом ботинок. Также обратите, пожалуйста, внимание, что примерно к 10-11 годам дети должны точно знать, каким образом взрослеет их организм. О гормональных изменениях вы должны им обязательно рассказать, как девочкам, так и мальчикам. Если вы не знаете, какие слова подобрать, как об этом говорить, тема довольно сложная для многих из нас. Со многими родители об этом не говорили. Нет практики, беседы с детьми на эти темы до такой степени, что когда я преподавала в Яралаше, были девочки, которые, выходя из туалетной комнаты лет в 11, были просто в ужасе, не могли понять, что с ними случилось и почему у них кровь. Да, даже такие бывали ситуации. Поэтому, если вы не можете по каким-то причинам об этом говорить, стесняйтесь, найдите правильные статьи, книги, пусть они их прочтут, сделайте так, чтобы они их увидели. И потом поделились с вами. Следующим не очень приятным моментом взросления организма детского является сильное выделение себума в связи с гормональными скачками. Поры забиваются, живем мы с вами не в раю, воздух грязный, подцепляется вся грязь и, соответственно, впоры налипает на этот себум, на весь этот жир, образуется воспаление, ну и поры забиваются, образуются угри и прыщи. Как бороться с прыщами, угрями, как правильно очищать лицо и как за ним ухаживать, я рассказывала в своем видео для тех, кого это важно и интересно. Если вы хотите помочь своим подросткам, либо вам нужна помощь, пожалуйста, посмотрите это видео. Там все очень-очень подробно. Все средства и поэтапная очистка лица, как не пересушить лицо. О чем я сейчас хочу вам напомнить, о том, что наши любимые подростки должны правильно очищать свое лицо. Дети, которые с довольно раннего возраста занимаются, например, танцами или, например, актерским мастерством, модели, цирковым искусством и они довольно сильно красятся в связи с тем, что выступают. Поэтому они должны уже сейчас, именно в том возрасте, когда они начинают выступать, правильно снимать макияж. Иначе к 25 годам лицо будет в плачевном состоянии, будет подвержено сильным аллергическим реакциям. Пожалуйста, обратите на это внимание. Я бы рекомендовала пенки от SkinFood на основе яичной. Эта пенка настолько универсальна, что, в принципе, ей может пользоваться вся семья, не только ваш подросток. Если есть акне, высыпание и угри, то нужен силициловый лосьон от прыщей. Вторая категория кислота – BHA, силициловая кислота. Лучше, конечно же, она работает именно в сочетании со спиртом. Что она дает? У нее очень мелкие молекулы, они проникают именно вглубь пор. Далее эта кислота начинает входить во взаимодействие с сепумом. При вымывании этой кислоты с водой все это выходит. То есть она превращает, постепенно растворяет внутри пор всю грязь и весь жир. И вычищает. Именно поэтому во всех средствах от прыщей и от угрей есть силициловая кислота. Обратите внимание, что если процесс не безумно воспалительный идет, то в принципе можно использовать такие средства без спирта. Пропеллер. Так что в принципе вы можете тоже подросткам раннего возраста, в том числе при появлении первых прыщей. Также в этой серии пропеллер, которые очень бюджетные продаются абсолютно везде. Есть кремы увлажняющие и кремы от прыщей. Обратите внимание на то, что в кремах от прыщей содержится довольно большой процент кислот. И обычно это кислоты смешанные, AHA кислоты и BHA, как силициловая, которую только что вам показала. Примером может быть вот такой вот крем, замечательный, который я приобретаю в подружке уже не первый раз. Это польский бренд Perfecto. Хорошее очень средство. Здесь три кислоты. Здесь силициловая, гликолевая и миндальная кислота. Чем кислоты AHA отличаются от BHA? Я расскажу обязательно в отдельном видео с кислотами. Сейчас кратко кислоты AHA будут помогать отшелушивать верхний роговивший слой и, соответственно, удалять следы от акне. И быстрее обновлять кожу, соответственно, воспаления тоже будут быстрее исчезать, ну, быстрее вылезать, быстрее проявляться и быстрее засыхать. И, соответственно, силициловая кислота будет чистить глубине пор. Вот это средство я вам также рекомендую при жирной коже и при воспалениях. Каждый подросток обязательно должен знать, что нельзя пренебрегать увлажнением, иначе кожа будет пересушена. Особенно после вот таких вот средствами я рекомендую всегда пользоваться не на все лицо, а только очагово, там, где есть действительно реальное воспаление. И лучше сделать так, чтобы потом лицо не терлось в подушку. Потому что иногда случайно попадает под глаза, и тогда просто слезает вся кожа под глазами. Очень аккуратно. Вот это средство не сильно агрессивное, есть еще более агрессивное, да, такое мягкое, и все равно точечно, пожалуйста. На сегодня последнее средство, которое я бы вам рекомендовала, это увлажняющие тоники. Объясните вашему подростку, вашему ребенку и мальчику и девочке, что обязательно нужно использовать тоники для того, чтобы снять остаток воды, которая не очень хорошая водопроводная вода, а также снять пыль. Если он пришел после школы, то обязательно, чтобы он хотя бы, или если не умылся, то по крайней мере протер лицо тоником. Пусть это не будут спиртовые тоники, потому что они очень агрессивные, они сушат кожу, и кожа может действительно очень сильно пострадать, и придется потом в определенном возрасте пользоваться кремом для взрослой кожи. Для того, чтобы увлажнить кожу, для того, чтобы очистить ее, достаточно вот таких вот несложных тоников. В своем составе масла, какие-то травы, концентраты, очень полезные для кожи. В данном случае это тоник Facial Tone компании Hamphress. Посмотрите, пожалуйста, как он выглядит. У меня несколько таких тоников, мы пользуемся всей семьей в любое время. До 15 лет не требуется дополнительных кремов и кремов под глаза, в том случае, если подросток использует тоники. Сегодня мы коснулись возраста от 5 до 15 лет. В следующем видео мы с вами разберем уход старшего подросткового возраста и до 25 лет, потому что именно до 25 лет кожа считается молодой. Далее уже зрелой. В следующем видео я покажу гораздо больше средств, бюджетных линейк и не только, из которых вы сможете выбрать то, что подходит лично вам. Я надеюсь, это видео будет для вас полезным и для ваших детей тоже. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Как я уже сказала, скидку на сайте iHerb я оставляю вам в описании к данному ролику. Спасибо большое, что были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!